Все, поймите, Россия! Оставься, не пойди! Вот так все вместе день зимних видов спорта встречают шорт-трекеры, хоккеисты и, конечно, фигуристы. Они сегодня главные герои льда, участники открытого первенства города и края. В Сочи съехали спортсмены из разных городов Кубани, а также Екатеринбурга, Зеленограда, Новочеркасска, Ставрополя, Севастополя, Ростова-на-Дону, Ханты-Мансийска. Всего более 220 спортсменов. На льду спортсмены борются не только за медали и разряды, но и за попадание в сборную края для участия в региональных и всероссийских соревнованиях. Ну а конкуренция среди фигуристов сегодня крайне высока. Фигурным катанием только в Сочи занимается более 160 спортсменов, а тренируются они на олимпийских аренах, лучших в стране. До Олимпиады о таких условиях можно было только мечтать. У нас не было до этого ни одного катка. Сейчас у нас на территории Олимпийского парка только их 6 катков. Конечно, это просто революция и у нас очень большой набор спортсменов ежегодно. И в муниципальный центр в Сочи, и в краевой центр. Я пришла в фигурное катание в 3,5 года. Меня дала бабушка, и я изначально занималась на арене «Динамо» в Волгограде. Тут есть чем сравнивать и с другими аренами разных городов. И по мне, такие арены самые лучшие из всех, которые я когда-либо встречала. Благодаря новым ледовым площадкам в Сочи на тренировки приезжают дети со всей страны. Ну а мастер-классы по катанию на коньках все чаще дают именитые спортсмены, олимпийские чемпионы разных лет. Общее количество детей, занимающихся спортом, более 46%. Зимним видами занимается более тысячи ребят. Опять же, повторюсь, всеми видами и горнолыжными видами, и на льду. Поэтому тот процент, который сегодня охвачен, он, конечно же, есть к чему стремиться. Но если брать по общероссийским показателям, то Краснодарский край уже не первый год занимает лидирующие позиции. Фигурное катание, керлинг, биатлон, прыжки на лыжах с трамплина, лыжные гонки, сноуборд. Зимние виды спорта в Сочи стали активно развиваться именно благодаря зимним играм. Ну а всего же в Сочи за последние годы количество жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, выросло в два с половиной раза. Сегодня это более 200 тысяч человек, то есть фактически каждый третий сочинец.